Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот когда вы готовите, вы придерживаетесь какой-то школы? Это классическое. Классическое чье? Португальское. Американское? Ну, то есть вы придерживаетесь американского стейка? Можно так сказать. Я не особо осведомлен про бруссельскую школу стейка. Поэтому не могу ничего комментировать. Ну, просто там еще есть такая штука, как у каждого заведения есть определенный рецепт одного блюда. То есть, если я вам скажу, приготовьте мне вот такой стейк, мне скажут, нет. У нас есть только один определенный стейк. Это определенная культура. Ее разработал какой-то там мастер, допустим, лет 200 назад. И они придерживаются вот этой школы. И люди со всего мира приезжают, чтобы попробовать определенный вид стейка. А у вас можно приготовить любой вариант. У нас есть различные виды. Одни из самых популярных кусков мяса из говядины, что можно достать. А их всех приготовляем просто на гриле, жарим. То есть, сама основа качественная. Но у вас вашего фирменного, который только есть у вас, и больше никого? Такого нет. Сложно сказать, потому что у каждого фирменный стейк на любителях. Кому-то нравится стейк с более большим уровнем жирности, кому-то нравится меньше. Дополненно. Но это как вино, знаете, вино 10 тысяч видов, а есть шампанское, и все. И это шампанское. То есть, у вас нет такого подхода просто, да? Я думаю, мясо будет готово. И у нас есть время, чтобы я сейчас порежу его. И тогда я дадю столу есть пару минут, чтобы начать пробовать. Поэтому это будет самое лучшее время, когда его отчистят. Через пару минут. Когда мясо впитывает в себя эту часть вина, этих соусов, и тогда внутри будет вкус не чистого, допустим, мяса, а с чем-то еще. То есть, культура приготовления в Бельгии, допустим, и в Америке, они же разные? Это, да, разные вещи. Есть только на гриле приготовленные. Вообще, так говорят, что для хорошей говядины не нужен такой маринад и вкус. Например, также в наших стейках у хаосов мы не добавляем ни соль. Есть отдельные стейки, которые маринованы, но их мало. Мы ушли от маринада. Раньше у нас были все стейки, буквально 2-3 вида мяса, но все разными маринадами. Сейчас мы оставили и два самых популярных, а все остальные стейки, они из-за границы. И мы не добавляем даже ни соль, ни перец. Это предлагаем просто возле столика, а в центре предлагают соль и перец. Потому что хорошая говядина, она качественная, даже без маринада. Ей не нужен маринад. Смотрите, помимо мяса есть определенные школы стейка. Например, есть брюссельская школа стейка. Там есть знаменитый ресторан Кремонсо 67. Ему более 200 лет. И у них, помимо того, что это кусок мяса, у них есть своя школа приготовления, которая какие-то вещи запрещает. И вот когда вы готовите, вы придерживаетесь какой-то школы? Это классическое приготовление. Классическое чье? Португальское. Американское? Ну, то есть вы придерживаетесь американского стейка? Можно так сказать. Я не особо осведомлен про бруссельскую полу-стейк. Поэтому не могу ничего комментировать. Ну, просто там еще есть такая штука, как у каждого заведения есть определенный рецепт одного блюда. То есть, если я вам скажу, приготовьте мне вот такой стейк, мне скажут, нет, у нас есть только один определенный стейк. Это определенная культура. Ее разработал какой-то там мастер, допустим, лет 200 назад. И они придерживаются вот этой школы. И люди со всего мира приезжают, чтобы попробовать определенный рецепт стейка. А у вас можно приготовить любой вариант. У нас есть, да, есть различные виды. Одни из самых популярных кусков мяса из говядины, что можно достать. А их всех приготовляем просто на гриле, жарим. И сама основа качественная. Но у вас вашего фирменного, который только есть у вас, и больше никого такого нет? Сложно сказать, потому что у каждого фирменный стейк на любителях. Кому-то нравится стейк с более большим уровнем жирности, кому-то нравится меньше. Я понял. Но это как вино, знаете, вино 10 тысяч видов, а есть шампанское и все. И это шампанское. То есть у вас нет такого подхода просто, да? Я думаю, мясо будет готово. И у нас есть время, чтобы я сейчас порежу его и собирать. И я дадю к столу есть пару минут, чтобы начать пробовать его. Это будет самое лучшее время, когда его чистим. Через 2 минуты. Через 2 минуты. Вистаке и у вас была поэтому об зале. У нас есть все-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем. Сложно-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем-жем. Это большой болезноди. Таат на себя веревшем. Вистаке, которые у вас есть очень много и очень нравится, у нас есть много, много оппасов и очень много разных. и они очень важны и очень важны. Велие 10, как мы видим, 10 шпионеров изменились специальные шпионеры, которые изменились специальные шпионеры. Там есть ангус, hereford, лимузинские, шпионеры, ангусы. Шпионеры изменились лучше, которые не будут вредны, и они очень приятно вверху рисуют талпу и это будет изменение. Тааааааааааааааааааааааааааааааааа. Падавшим от зариуса кидачей. Подсекание будет белая партнета, то она будет свежим и белая маринада. Это маринада и остается в 10 лет. Это один из самых популярных, что мы неизберем, как белая партнета. А нет такого, что, допустим, у одного прожарка должна быть больше, у другого меньше? У него же кусочки тоже подолчения немножко разные? Конечно, я абсолютно так. Если больше, то меньше кусочек, естественно, если одно время жарится... У этого вида стейка будет прожарка больше или не будет? Ну, по сравнению с чем? По сравнению с предыдущим? С предыдущим, да. Просто мы все одинаковые прожарки сегодня даем средние, его просто чуть дольше надо будет пожарить. Также и антрикот, он был тоньше, и плюс он еще и немного мягче, чем спинная часть, поэтому это мясо, оно немножко подольше, поэтому мы его тоже подольше пожарить должны. Угу. 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 Угу.